Чтобы установить Flutter на компьютер с операционной системой Windows, необходимо перейти на официальный сайт flutter.dev. Затем нажимаем Get Started. Если внизу окошко куки вам мешает, можно нажать ОК. Дальше выбираем операционную систему Windows. И внизу находим раздел Get the Flutter SDK. Здесь приводится два способа, как можно установить Flutter. Можно скачать zip-архив, распаковать в нужную директорию и прописать переменные среды. И в общем все будет работать, кроме Flutter Upgrade. То есть обновить фреймворк в будущем не получится. Если использовать второй способ, то обновить уже мы сможем, но здесь потребуется установить также Git. Git нам в будущем пригодится, поэтому давайте сначала его установим и затем выполним вот эту команду. Для этого в поиске набираем Git. Первая ссылка, официальный сайт git-scm.com И его как раз качаем для Windows. Здесь выбираем 32-разрядную или 64-разрядную. У меня стоит 64-разрядная, поэтому я ее качаю. А на самом деле она у меня уже даже скачана, поэтому я захожу в загрузки и запускаю эту версию. Вам нужно будет нажать на название Git, запустить и у вас появится все то же самое. Итак, все как обычно устанавливаем. Значок на рабочий стол не обязательно ставить, потому что мы интегрируем GitBash и GitGui. В будущем расскажу, как с ними работать. Здесь можно указать текстовый редактор, которым вы чаще всего пользуетесь. Здесь вот есть Atom, Notepad. Я оставлю как есть по умолчанию и нажимаю далее. Везде нажимаем далее. И затем Install установить. Здесь можно поставить галочку LaunchGitBash. И нам сейчас командная строка Git сейчас пригодится. Единственное, наверное, было бы лучше указать сначала папку, куда необходимо будет распаковать Flutter. Поэтому давайте, наверное, возьмем диск C. Открываем папку пользователей. Дальше. Можно, в принципе, даже создать нового пользователя. Здесь ничего страшного. Главное, чтобы системные файлы не мешали вам и не были просто на самом видном месте, чтобы лишний раз ничего не менять. Можно, в принципе, то же самое сделать и на диске D и где угодно. Я лично таким образом делаю. И здесь называю имя пользователя и вам по-английски. Сюда можно написать, в принципе, все, что угодно. Важно учесть, что если путь будет содержать какие-то русские символы, то эмулятор Android работать не будет. Итак, здесь я создаю новую папку, которая называется Flutter. Или давайте сначала программ и настроим эту папку. И затем создадим внутри Flutter и Android Studio. Нам потребуется здесь две папки. Сначала создаем папку Flutter. Возвращаемся на один уровень вверх или просто назад. И на папке Program нажимаем свойства. Выбираем пункт безопасность. В группах проверяем, чтобы было выделено все. Изменить. Проставляем все галочки напротив пункта разрешить. Проверяем, что все стоит. Все, везде галочки стоят. Нажимаю ОК. И ОК. Дальше. Снова открываю папку Program. Вот наша новая папка Flutter. Здесь я нажимаю правой кнопкой мыши. И вот у нас появилось два пункта. Гид GUI. Хё. Это графическая оболочка гид. Чуть-чуть позже будет опубликован курс по гиту. Как работать с ним. И мы там подробно расскажем, что это означает. И как с графической оболочкой работать. И также есть гид баш. Баш это наподобие командной строки или терминала. И здесь можно выполнять команды. Соответственно, сейчас возвращаемся на сайт Flutter. Где была указана эта команда. Копируем. И вставляем ее сюда. Вот она. Гид клона. Как есть, так и копируем. И ставим сюда. То есть, как правило, команда начинается с ключевого слова гид. Дальше клон. Это клонирует репозитории с гитхаба. Но есть еще один такой момент, что гид создаст новую папку. Скорее всего, она будет называться Flutter. И для того, чтобы он склонировал репозиторий именно в ту самую папку, которую мы создали. Чтобы не было никаких лишних папок. Соответственно, вот сюда, сразу же после точки к гид, я ставлю точку. И тогда никаких лишних новых папок создаваться уже не будет. Все, нажимаю Enter. И ждем, когда оно склонируется. Я лично выполнять эту операцию уже не буду. Потому что у меня есть все скаченные файлы и папки Flutter. Тоже так же через гид. Поэтому я просто сюда перемещу все содержимое. Оно у меня сейчас находится в документах. Вот у вас, получается, там появятся вот эти все файлы, все папки. То есть должно получиться вот именно так. Диск C, пользователи, имя пользователя на английском языке, программ Flutter. И здесь вот они, файлы. Так, и еще чуть-чуть позже нам потребуется скачать Android Studio. Тоже так же в поиске. Ищем Android Studio. Подкачаем последнюю версию. Нажимаем скачать Download Android Studio. Внизу соглашаемся с лицензионным соглашением. И нажимаем Download Android Studio. Если у вас отобразилась не для Windows или нужна какая-то другая версия, то ее можно найти внизу. Вот раздел Android Studio Downloads. И здесь выбираем платформу и скачиваем нужный нам файл. Я лично уже скачал Android Studio. У меня тоже все уже находится в загрузках. Этот файл я сейчас запускаю. И так же проходим стандартную процедуру установки. Все, установка завершена. Нажимаю Next. И запустить Android Studio Finish. Здесь импортировать никакие настройки пока не надо. Здесь вот отобразилась заставка Android Studio. После этого можно еще пройти первичную настройку. Здесь не отправлять. Next. Стандартный тип установки. Next. Можно выбрать тему, светлую или темную. Я вставлю по умолчанию темную. Здесь Android Studio сейчас будет качать вот эти файлы. Они необходимы. Они необходимы не только для того, чтобы работать с кодом над приложением. Но и чтобы еще запускать виртуальные устройства и видеть результаты своего труда. Но вместо эмулятора можно также и подключать настоящее физическое устройство. То есть смотрите по оперативной памяти, по процессору, насколько у вас компьютер тянет, не тянет. Здесь в производительности указана оперативная память. Желательно, конечно, чтобы было 16 гигабайт. Это вот прямо в идеале. Но не меньше 8 гигабайт точно. Оперативная память у меня стоит DDR3. И если более-менее мощное оборудование стоит, то виртуальное устройство запустится. Если нет, то можно воспользоваться более старыми выпусками эмуляторов. Либо, как я говорил ранее, воспользоваться физическим устройством, чтобы не задействовать лишний раз оперативную память. Нажимаем далее. Здесь соглашаемся. Напротив группы компонентов, которые будут сейчас установлены. Потом второй пакет тоже соглашаемся. И третий пакет тоже так же соглашаемся. Это все будет сейчас загружено. Нажимаем финиш. Так, сейчас я немного прервусь. Как только у меня все до конца скачается. Мы продолжим настраивать эмулятор андроида. И так же настроим флаттер. Все, Android Studio установка завершена. Как видим, есть одна ошибка. Это то, что не установился Intel Hux. Я специально допустил эту ошибку, чтобы показать, как можно ее решить. Скорее всего, у вас все нормально прошло. Все гладко. Давайте покажу, как можно решить эту ошибку. Итак, нажимаю кнопку финиш. И сейчас нужно перезагрузить компьютер. Так, Android. Закрываю. Браузер тоже уже можно закрыть. Во время перезагрузки необходимо будет нажимать кнопку F2. Если у вас ноутбук, либо если стационарный компьютер, значит клавишу Delete. Много раз и быстро при включении компьютера. Это нужно для того, чтобы войти в BIOS. И я сейчас покажу, что конкретно нужно будет найти. Так, вот я в Google ввел, как включить WTX в BIOS. Дальше вот есть хороший сайт. Включение Intel Virtualization Technology. То есть, аппаратное ускорение. В BIOS, когда вы войдете, у вас будет раздел Advanced. Здесь нужно войти в CPU Configuration. Ну, чтобы войти в этот пункт, там нажимаете Enter. Вот здесь есть такие подсказки, как управлять BIOS. Вот, открываете. И здесь, если указано Disabled, надо поменять значение на Enabled. Сохраняйте. Там можно F10 нажать. Либо перейти на вкладку Save and Exit. И сохранить изменения и перезагрузить компьютер. Вот, то же самое и в другом BIOS. Ну, то есть, BIOS абсолютно разный. На каждом компьютере есть. Где-то нужно тоже Advanced Configuration открыть. И здесь SVM моды может называться. Вот, везде по-разному. Поэтому лучше загуглить и посмотреть, как у вас оно выглядит. Как оно у вас должно включаться. Если такого пункта нет и оно никак не включается, ну, значит, можно и без него запустить. Я рекомендую открыть Flutter и посмотреть, какие еще есть возможные варианты использовать эмулятор без аппаратного ускорения. Скорее всего, все будет работать, но просто чуть-чуть подольше. Либо можно, как я раньше говорил, использовать вместо эмулятора обычное реальное устройство. Так, все. Возвращаемся к Android Studio. После того, как мы включили аппаратное ускорение в BIOS, теперь давайте откроем Android Studio и посмотрим, какие компоненты у нас сейчас установлены. Android Studio также можно отправить на рабочий стол. Для этого я сейчас перейду к расположению файла и вот этот ярлык отправлю на рабочий стол. Теперь Android Studio можно запускать гораздо быстрее. Нажимаем More Actions. SDK Manager. Переходим в раздел SDK Tools. И убираем галочку Hide Obselty Packages. И ставим галочки. Проверяем, чтобы у вас стояли вот эти галочки. Android SDK Build Tools 33. Android SDK Command Line Tools. Дальше Android Emulator. Android SDK Platform Tools. И Android SDK Tools. Obsolety. И остальное вроде все установлено. Hacks установлен. Отлично. Нажимаю ОК и ждем снова, когда загрузится все необходимые нам инструменты. Как только все скачается и установится, я продолжу запись. Так, все самое необходимое скачалось. Нажимаем Finish. И теперь давайте попробуем запустить эмулятор. И получается, если у вас сейчас нет ни одного устройства, то его сейчас нужно создать. Я нажимаю Create Device. Слева дается выбор типа устройства. Это может быть телефон, это может быть планшет и так далее. Там все зависит от размера экрана. Я обычно оставляю телефона. А дальше можно выбрать ту версию, где экран может быть пошире, либо наоборот поуже. И можно выбрать также с Play Market или без него. Давайте сейчас выберем что-нибудь такое более-менее подходящее. Например, Pixel 4. Неплохой смартфон. Вот, нажимаю Next. Дальше. Здесь предлагают выбрать Android, какую версию я хочу поставить. Получается, если у вас устройство достаточно мощное, то вы можете поставить последнюю версию. Если не такое мощное, то лучше версию поставить поменьше. Нажимаю на скачивание. После завершения скачивания нажимаю Finish. Сейчас обновляется информация. Хотя здесь можно уже даже сразу нажать на образ. Дальше. Next. Здесь вводим имя эмулятора, которое будет отображаться практически везде. Допустим, Emulator. Что-нибудь такое. Главное, чтобы оно хоть как-то выделялось. Ну, чтобы я знал, что это именно мой тот самый эмулятор. Можно, в принципе, показать расширенные настройки. Итак, смотрим, что здесь у нас будет. Ну, во-первых, будет портретная ориентация. Камера. Можно использовать настоящую камеру. Можно ничего не отображать. Дальше задняя камера. Виртуальная сцена. В общем, мы позже, когда будем работать с камерой, это все увидим. В будущем также все эти настройки можно будет поменять. Вот. Смотрим дальше. Количество оперативной памяти. Полтора гигабайта. Внутренней памяти 2 гигабайта. Все эти значения тоже можно поменять. Также можно отображать фрейм, чтобы выглядело как будто бы это настоящее какое-то устройство. Ну, или просто отображать чистый экран без всяких границ, скажем так. Enable Keyboard Input. Это включить клавиатуру. Вот. Я лично оставлю все значения по умолчанию. Нажимаю Finish. И вот у нас новое устройство сейчас появится. Вот оно появилось. Запускаю. Проверяю, что все нормально работает. Так, здесь разрешить доступ. И вот оно на заднем фоне у нас наконец-то появляется эмулятор. Все. Устройство у нас запустилось. Здесь клавиши примерно такие же, как и на обычном смартфоне. Здесь увеличение, уменьшение звука. Поворачивать можно влево, вправо. Смартфон. Вот так вот он будет выглядеть. То есть, когда мы будем разрабатывать мобильные приложения, соответственно, можно учитывать, будут ли элементы правильно отображаться, растягиваться или выстраиваться как-то там в ряд, в столбике, в колонке. Вот. Здесь обратно повернуть. Здесь при нажатии тег скриншот, соответственно, создается скриншот и он отображается на рабочий стол. Тоже достаточно удобная функция. Вот. Сейчас я удаляю. Дальше увеличение масштаба. Назад кнопка дублируется, что и внизу. Выход на рабочий стол и переключение между приложениями либо закрытие. Вот. Все то же самое. Кстати, если нажать на кнопку и удерживать выключение, то смартфон тоже будет выключаться. То есть, вот она. Power Off, Restart. Все как на обычном смартфоне. Я лично рекомендую не выключать смартфон, а сразу нажимать на крестик и тогда то приложение, которое было запущено, оно сохранится. Вот. Идет сохранение статуса. И что самое главное, таким образом, эмулятор будет достаточно быстро выключаться и достаточно быстро включаться. То есть, это не полное завершение. Это как будто бы смартфон уходит в спящий режим. Ну, что-то похоже на это. Итак, наш эмулятор работает. Все идеально. У кого он немного подвисает, попробуйте уменьшить версию. Либо можно использовать реальное устройство. У кого не запустился, давайте проверим имя пользователя. На каком языке оно у вас написано. На английском или на русском. Идем в этот компьютер. Диск C. Пользователи. И вот здесь указано ваше имя пользователя. Ну, Иван, это я вот сейчас создал новую папку. А программер, это мое имя пользователя. У меня оно написано на английском языке, поэтому у меня никаких ошибок не возникло. И эмулятор запустился без проблем. Если у вас на русском языке имя пользователя написано, то, соответственно, в этой папке, в новой, которую мы только что создали, в папке программ, создаем еще одну новую папку, которая называется Android Studio. Android Studio. Я написал без пробелов, потому что вот в этом пути пробелов и кириллицы не должно быть. Получается, еще раз напоминаю, что эти действия выполняем только в том случае, если эмулятор у вас не запускается. Если запускается, то этот шаг пропускаем. Теперь открываем новую папку. я запускаю новый проводник, этот компьютер, диск C, пользователи. Здесь я свое имя пользователя открываю. Дальше нужно отобразить скрытые элементы. Здесь есть папка Android, Android, AVD, и вот эту папку нужно перенести вот сюда. Вот я беру и переношу сюда. все. Эта папка отвечает как раз за эмуляторы. Вот эмулятор. Можем посмотреть как раз. Мы его только-только создали. Может быть, даже в параметрах конфигурации. Да, я думаю, вы помните, мы его называли emulator. здесь, кстати, указан путь еще старый. Мы можем, в принципе, указать и новый. Копируем и вставляем. Вот сюда сохраняем. Честно говоря, даже не знаю отобразится устройство или нет. Но сейчас нам нужно поменять параметры в SDK Manager. Итак, видим, что у нас здесь используется вот такой путь. Здесь вместо программера я так понимаю, что у вас пользователь на русском языке используется. Ну, кириллица. Или, может быть, пробелы есть или еще что-то. поэтому открываем этот путь. Так, найдем пользователи, программер, здесь update, local, android, SDK. так вот, эту папку SDK тоже также переносим вот в эту папку. Видимо, не совсем туда переместил. Здесь Android Studio нужно переместить вот сюда. так, я сейчас закрою вот это окошко, потому что оно не дает переместить. Сейчас еще раз попробуем. Тогда закроем Android Studio и повторим попытку. то есть, я думаю, понятно, что самое главное избавиться от кириллицы и пробелов. Все, папка SDK была перемещена. Вот эту папку все можно закрыть. теперь снова запускаем Android Studio и меняем путь на новый. Здесь пока запускается я копирую путь. Может быть немножко запутано, но смысл должен быть понятен. Вот сейчас пытается найти существующие SDK. Он начал что-то качать. потому что не обнаружил эту папку. Здесь можно еще раз пройти настройку. Хотя нет, я лучше отменю. Вот мы открыли снова это окошко. Я нажимаю SDK Manager и вот сюда нажимаю Edit и вот получается внизу указываю новый путь, который мы только что скопировали. А, он даже не переходит. значит, открываю папку и указываю. У меня теперь будет Иван программ Android Studio SDK. Ок. Сейчас идет загрузка. все Android SDK было обнаружено. Все установлено. Все идеально. Next видим, что здесь кириллицы нет. Next и Finish. Отлично. Нажимаю ОК. И давайте сейчас попробуем снова запустить эмулятор. здесь видим, что не обнаружено ни одного устройства. Это потому, что мы сейчас ничего не указали, где у нас сейчас находится виртуальное устройство. То есть оно ищет в папке Update, а мы создали другую папку. Поэтому я предлагаю так сейчас еще раз SDK Manager. Здесь есть патч Variables. уже один из путей здесь указан. Давайте добавим новый имя переменной Android SDK root значение это то, что мы вот здесь указали SDK. Это конечно не обязательно прописывать, потому что мы уже изменили SDK. Ага, снова просит папку указать SDK. Все, вот теперь вот так окей и создаем вторую переменную Android AVD Home тоже указываем путь к нашей папке AVD окей окей снова смотрим виртуальное устройство так пока еще не обнаружено и давайте тогда создадим эти же самые значения в переменных и средах. Для этого нам понадобится панель управления. Давайте прямо на рабочий стол тоже отобразим ее. Я захожу в персонализацию. Слева раздел темы. Так, чуть-чуть побольше сделаем, чтобы появилось справа меню и есть параметры значков рабочего стола. Здесь можно отобразить и компьютер, и панель управления, корзину, можно добавить, можно убрать. Все, нажимаю окей и вот у нас панель управления появилась. Заходим, открываем систему, систему, здесь дополнительные параметры системы, переменные и переменные среды, переменные среды, наверное, было бы правильнее произносить. Так, здесь есть переменные среды пользователя для программер, для моего пользователя, и есть системные переменные, которые действуют для всех пользователей. Давайте пока создадим для текущего пользователя. Создать. Вот у меня получилось две переменных Android AVD Home и Android SDK Root. Все, сейчас сохраняем и заново запускаем Android Studio. Сейчас все должно заработать. Запускаем эмулятор. Видим, интерфейс немножко поехал. Так, закрываем. Тогда просто удаляем его. Скорее всего еще какие-то пути надо было прописать. И просто создаем заново. Но в этот раз качать уже ничего не нужно. Орео. Орео. 8 версия Next и имя можно оставить прежним. Нажимаю Finish запускаю и как видим сейчас наконец-то у нас заработал эмулятор. Но уже по пути где нет кириллицы. Где указано только латиница. Поэтому если у кого-то есть такая проблема то вот пожалуйста проблему можно таким вот образом решить. Вот рабочий ствол эмулятора. Все хорошо. Закрываем. Так теперь давайте проверим как работает у нас Flutter. запускаем командную строку. Так командной строки видимо здесь нет но есть Windows PowerShell. Давайте его запустим. И здесь пишем команду а сейчас вот загрузилась так пишем команду Flutter доктор. И видим что Flutter команда не распознанно. Это все правильно. То есть если вы скачали архив распаковали куда-то в какую-то директорию либо вот через гид склонировали репозиторией в какую-то папку вот но система не знает что это действительно Flutter. Во-первых мы его не устанавливали во-вторых ну она просто нигде не отображается это может быть абсолютно любая папка и соответственно нужно либо нам переходить в эту папку Flutter постоянно либо еще проще будет указать опять же в переменных средах путь где находится Flutter поэтому снова открываем панель управления система безопасность система дополнительные параметры системы переменные среды и теперь можно здесь в переменной патч для конкретного пользователя указать расположение к Flutter либо в системных переменных но я лично сомневаюсь что для других пользователей оно нам понадобится поэтому давайте лучше конкретно для пользователя программер укажу путь к Flutter напоминаю что он находится вот здесь вот в папке Ivan Program Flutter и вот этот путь в том числе папка bin вот этот весь путь нужно сейчас копировать и соответственно здесь переменную патч нужно изменить создаем новую переменную вставляю только что скопированный путь и нажимаю ok так информацию о системе можно закрыть а сейчас желательно было бы перезагрузить компьютер после этого давайте проверим работает ли у нас Flutter снова запускаем PowerShell и вводим Flutter давайте посмотрим сначала версию так у меня интернет очень медленный поэтому возникло две ошибки но в целом отобразилась версия Flutter 3.3.8 стабильный канал указывается откуда качает когда была последняя ревизия 9 ноября и также отображается версия Dart если у вас версия Flutter не обновилась то тогда просто удалите папку и попробуйте выполнить гитклоны повторно поэтому все отлично Flutter работает теперь выполним нашу председущую команду Flutter и посмотрим все ли у нас сейчас установлено так вот у нас скачались еще дополнительные инструменты и видим что появились некоторые ошибки ну во-первых хотелось бы сказать про Chrome если вы собираетесь разрабатывать веб-приложение то Google Chrome установить необходимо дальше Android Studio мы как раз только что поставили ошибок здесь нет подключение к устройствам то что мы эмуляторы создали это уже хорошо это одно устройство второе устройство это как раз Google Chrome я так понимаю дальше host availability стоит все отлично и у нас пишет сам Android лицензии not accepted то есть мы не приняли лицензионное соглашение чтобы решить этот вопрос нужно запустить вот эту команду то есть здесь уже все подсказка есть прямо так и набираем ладер доктор набрали нажали enter и здесь подтвердили лицензионное соглашение y y y везде проставляем y и все давайте еще раз выполним команду flutter доктор можно просто вверх пролистать потому что мы эту команду уже вводили снова нажимаем enter и теперь уже качаться ничего не будет flutter сразу выдает информацию что все мы подтвердили лицензионное соглашение и осталась последняя ошибка это в случае если мы хотим разрабатывать приложение для windows десктопное приложение для этого нам потребуется установить пункт desktop development with c++ то есть по сути мы уже можем разрабатывать мобильные приложения у нас есть flutter у нас есть эмулятор если у вас эмулятор не запустился можно воспользоваться реальным устройством если так получилось что не запускается эмулятор нет реального устройства то можно разрабатывать уже веб приложение однако независимо от того что вы разрабатываете я все таки рекомендую десктопную версию поставить потому что она будет запускаться в разы быстрее и таким образом вы сможете просто экономить время на разработку итак я предлагаю даже установить не только visual studio но еще и vs code ищем visual studio давайте первым делом скачаем vs code для windows 64 разрядную как его настроить я расскажу в следующем видео вот таким вот образом скачивается я его кстати уже скачал все как обычно поэтому открываю папку и вот vs code запускаем принимаем условия лицензионного соглашения далее 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 создать значок на рабочем столе мы его часто будем запускать далее и установить так сейчас запускать не будем в следующем видео покажу как его настроить и попробуем запустить первое приложение вот и для разработки десктопных приложений нам потребуется visual studio достаточно комьюнити версии тоже ждем когда скачается запускаем я нажимаю да видео вот здесь наверное не появилась рамка продолжить так отлично установилась у меня 2022 версия установилась кстати это относится только к windows 10 и выше здесь нужно поставить галочку напротив пункта разработка классических приложений на c++ нажимаю установить и ждем окончания установки оно сейчас будет долго качать в моем случае вот даже на windows 10 тоже пишут что операционная система не поддерживается на windows 8 тем более будет такая рамка отображаться то есть потребуется тогда скачать visual studio версия 2019 она будет работать и на восьмерке и на десятке а и еще вариант что вполне возможно что операционная система windows 10 установлена не совсем новая то есть можно перейти в параметры и посмотреть какая у вас установлена вот есть все параметры система о системе и у меня написано 1809 то есть у меня она уже устарела это значит что нужно вернуться на главную выбрать обновление безопасность и установить все обновления после этого visual studio на десятке должно установиться я тогда не буду продолжать установку вы можете проверить у себя сами потом в комментариях напишите у кого получилось у кого нет но если установить 2019 версию то она однозначно будет работать на всех операционных системах в том числе и на устаревших так давайте еще представим такую ситуацию что к примеру вы пользуетесь powershell вот и у вас вылезла следующая ошибка у вас допустим стоит windows 8 и ошибка выглядит следующим образом flutter recurrence powershell 5.0 or never то есть flutter требует установки powershell 5.0 или более новой давайте посмотрим какая powershell сейчас у нас стоит запускаем powershell от имени администратора то есть это и для проверки и для обновления потребуется нажимаю enter и видим что у меня версия стоит 5.1 то есть на windows 10 powershell стоит обновленный и поэтому flutter работает без проблем на windows 8 powershell может быть меньше 5.0 и может возникнуть такая ошибка из-за чего flutter конечно же работать не будет что можно сделать в этом случае давайте перейдем в браузер создадим новую вкладку и перейдем по следующему адресу go microsoft.com то есть официальный сайт и здесь скачаем следующий файл это специально для windows 8 то есть его нужно будет установить и после этого выполняете снова эту же самую команду и проверяйте что powershell у вас обновлен то есть все достаточно просто вот ну вроде все давайте visual studio у кого такая же проблема возникает скорее всего на восьмерке возникнет сто процентов давайте я закреплю в комментариях я эту версию уже скачал вот у меня есть в из комьюнити 2019 вот устанавливайте ее и все будет идеально работать ну все всем спасибо за внимание следующее видео будет про настройку VS Code